Обращаясь за помощью в скорую, каждый из нас надеется, что она приедет незамедлительно. Но всегда ли это возможно? К сожалению, автолюбители ставят свои интересы превыше чьей-то жизни, когда не пропускают скорую помощь на дороге. А ведь иногда счет идет на секунды. Решение о проведении рейдов на территории города, патрульной полиции и автомобилей скорой помощи. Почему принято решение? Потому что, прежде всего, медики сталкиваются с той проблемой, что во время вызова необходимо быстро, оперативно прибыть и оказать человеку помощь. Однако, очень часто водители игнорируют именно этот спецтранспорт. Рейд только начался, а уже нарушитель. Женщина то ли не обратила внимания на сирену и мигалки, то ли куда-то спешила. Но машину скорой помощи пропускать не стала. Сотрудники патрульной полиции тут же отреагировали. Если некоторых водителей достаточно только предупредить, то к другим необходимо применять меры. Ведь они специально не пропускают машину со спецсигналом. Причина остановки – нарушение права автопровожения. Скоро вы пропустили? Уже я был на перекрошке. Павел, у вас была возможность пропустить скорую помощь? Произошло нарушение водителям правил дорожного движения, именно пункта Т2 правил дорожного движения. Водитель не пропустил спецтранспорт с включенными синими маячками и включенным специальным звуковым сигналом. Санкция данной статьи – это штраф 510 гривен. Сотрудники скорой признаются. Ситуации, когда их игнорируют, случаются каждый день. Бороться с этим самостоятельно не могут. Остается только взывать к совести водителей. Многое зависит от культуры поведения водителей на дорогах. Я попрошу водителей на дорогах уступать дорогу скорой. И, возможно, будет спасена жизнь вашего родственника или же вашего знакомого. Уже завтра этот экипаж может ехать к вашим родным. И, возможно, кто-то решит, что его дела важнее. И он тоже торопится. Как результат – чья-то жизнь. Задумайтесь об этом и решите для себя, готовы ли вы взять на себя ответственность за вовремя не оказанную медицинскую помощь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова